Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Наталья Данина. Хакасия отметилась коррупционным скандалом, а количество больных коронавирусом за выходные увеличилось в два раза. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Валентин Коновалов жестко раскритиковал своего заместителя Сергея Новикова, которого арестовали по подозрению в получении взятки и отстранил его от должности. Сергея Новикова поймали здесь, рядом с домом номер 9 по улице Торосова. По версии следствия, чиновник прибыл на этот адрес, чтобы получить средства от представителя строительной фирмы. Сегодня коронавирусная инфекция официально подтверждена уже у 76 жителей Хакасии. Из них 12 детей. Эпидопостановку обсудили на экстренном заседании правительства. Уважаемые жители республики, прошу вас соблюдать самоизоляцию и помнить о мерах личной гигиены, профилактики. В Саиногорске закрылось первое городское телевидение. Коронавирус сильно ударил по бизнесу. Не стало рекламы, не стало денег телекомпании и работы. Вот так сейчас выглядят кабинеты Саиногорской городской телерадиокомпании. Двое человек работают на удаленке. Кто-то уволился и встал на бирже труда. Глава Хакасии Валентин Коновалов отстранила должности своего заместителя министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. Об этом стало известно сегодня в ходе внеочередного заседания правительства республики. Напомним, Новиков сейчас заключен под стражу по подозрению в получении взятки. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ в минувшую пятницу с подробностями Андрей Пахабов. Сергея Новикова поймали здесь, рядом с домом номер 9 по улице Торосова. По версии следствия, чиновник прибыл на этот адрес, чтобы получить средства от представителя строительной фирмы. Задержание прошло только после того, как меченые купюры попали в его руки. Операция прошла быстро и без эксцессов. Сергей Новиков сопротивления не оказал. Силовики уверены, подрядчику, который занимается возведением второй очереди психоневрологического интерната в Туиме, чиновник предлагал едва ли не покровительство, а значит беспроблемную работу на объекте. Федеральный центр выделяет на большую стройку большие деньги, почти полмиллиарда. Новиков потребовал от представителя общества с ограниченной ответственностью порядка 12 миллионов рублей за заключение указанного контракта и своевременное перечисление денег за выполненные работы. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, 17 апреля 2020 года Новиков был задержан при получении части взятки в размере 2 миллионов рублей. Если имена чиновника будет доказано, наказание должно быть максимально суровым. Об этом сегодня в ходе экстренного заседания правительства заявил глава региона. Обращаясь к членам кабинета министров, Валентин Коновалов отметил, что готов сделать все, чтобы коррупция из всех эшелонов власти была выжжена каленым железом. Есть одна древняя крылатая фраза в выражении. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Также и члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия. Поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и его зама, и министра. Глава региона поблагодарил правоохранительные органы за проделанную работу и призвал все ответственные лица усилить борьбу с коррупцией в Хакасии, в особенности по направлениям, которые связаны с исполнением национальных проектов. Некоторые люди у нас до сих пор воспринимают власть как расширение возможностей. И я вам скажу, таким не место в органах власти нашей республики. Обращаюсь ко всем присутствующим, членам правительства, к руководителям органов власти, к руководителям ведомств, организаций республики. Напоминаю каждому из вас, что власть – это прежде всего ответственность, это служение народу. Что касается полномочий, которые были возложены на Сергея Новикова, то они перераспределены между другими заместителями главы. В частности, Минстрой будет курировать Ирина Воинова. Сам же экс-руководитель ведомства по решению Абаканского городского суда ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Ему уже предъявлено обвинение. За взятку в особо крупном размере Новикову грозит до 15 лет лишения свободы. Андрей Пахабов, Станислав Колченаев, РТС. Исключат Сергея Новикова из рядов коммунистической партии. Об этом сегодня заявили в региональной КПРФ. Процедура уже запущена. Еще одной темой поднятой на экстренном заседании Кабмина стала эпид-обстановка в регионе. В Хакасии продолжают выявлять все новых заболевших коронавирусом. На сегодня этот диагноз официально подтвержден у 76 жителей республики. Из них 12 детей. Известно, что несколько человек лечатся на дому. У них легкая форма, но большинство заболевших находится в стационаре. Ольга Барловская продолжит. Плюс 8 за последние сутки. Итого 76 человек с коронавирусом. Заболевшие живут в Абакане, Саиногорске, Абазе, Алтайском и Усть-Абаканском районах. В их числе дети и пожилые люди. Есть даже малыш возрастом до одного года. Но большинство – люди среднего возраста. Инфицирование происходит в семьях, трудовых коллективах, а теперь еще и в медицинских учреждениях. 26 человек заболели после посещения Белоярской районной больницы. Врач учреждения накануне побывала в Красноярске. Вернувшись домой, женщина вышла на работу. Позже выяснилось, что она больна. Теперь под медицинским наблюдением свыше 270 человек. Больница закрыта на карантин. Поликлиника работает в прежнем режиме. Скорая, неотложная помощь усилена бригадой города Абакана. И транспортировка больных, маршрутизация больных в случае необходимости организована по территориальной принадлежности в город Саиногорск и в город Абакан. Таким образом, жители Алтайского района у нас не останутся без медицинской помощи. Есть заболевшие среди медперсонала и в республиканской больнице. Поэтому принято решение прекратить работу врачей по совместительству в разных медучреждениях. Кстати, на этой неделе пойдет выплата зарплаты медикам и персоналу, работающим по коронавирусу. Нужно усилить контроль в организациях. Работодатели несут персональную ответственность, подчеркнул глава Хакасии. И призвал всех жителей республики бережно относиться к здоровью своему и других людей. Уважаемые жители республики, прошу вас соблюдать самоизоляцию и помнить о мерах личной гигиены, профилактики. При первых признаках заболевания нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и отказаться от посещения места работы, остаться дома. Не стоит относиться к самоизоляции, как к ограничению ваших свобод. Опыт других стран сегодня показывает, что соблюдение всех введенных правил дает положительный результат. Всех прибывающих в республику поездом и самолетом отправляют на обязательную изоляцию домой при подозрениях на заболевание в обсерватор. Сейчас думают сократить автобусные рейсы до Красноярска и взять под контроль электрички. На них люди с пересадкой ездят в Кемеровскую область. Ольга Барловская, РТС. На карантин закрыли еще одно лечебное учреждение. Хирургический корпус Республиканской больницы имени Ремешевской. Из 76 человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, 15 – медицинские работники. Это сотрудники Республиканской, Инфекционной и Белоярской районной больницы. О текущей ситуации сегодня нам рассказал министр здравоохранения. Также Владимир Костюш развеял слухи о якобы закрытии еще и перинатального центра. В эти выходные, когда был подтвержден случай коронавирусного заболевания у врача-реаниматолога, который также в середине прошлой недели ушел на больничный лист с явлениями респираторного заболевания, подтвержден вирус. И мы в выходные дни Резбольницу также закрыли. Реанимация закрыта на карантин на две недели. Весь остальной стационар сейчас отрабатывается, отрабатываются медицинские персоналы, отрабатываются все пациенты, которые находятся там, их больше ста человек. Мы закрыли больницу на прием и на выписку пока. Те разговоры по перинатальному центру, ну, если вы помните, мы уже, по-моему, две недели назад специально Черногорский роддом, как обсервационный, открыли для перепрофилера, для чего? Все беременные и гинекологические женщины с наличием респираторных заболеваний с целью предотвращения заноса в перинатальный центр этой инфекции сегодня направляются и госпитализируются в Черногорский роддом. Владимир Костюш также отметил, что Хакасия в лидерах по заболеваемости COVID-19, если исходить из количества больных на 100 тысяч населения. Все потому, что далеко не все добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Но есть и хорошие новости. От коронавируса вылечилась еще одна жительница республики. Речь о женщине, которая прилетела в Абакан самолетом из Москвы 30 марта, находилась на самоизоляции, 5 апреля была госпитализирована в республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Сегодня женщина выписана, результаты последних проб пришли отрицательные. Напомню, ранее из инфекционной больницы были выписаны еще три человека. Мужчина, который вернулся из Германии, и две женщины, жительницы Абакана и Саиногорска. Между тем, в Красноярском крае количество официально подтвержденных случаев заболевания новой инфекцией возросло до 300 человек. Накануне в соседнем с Хакасией регионе умерли два пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщил региональный Минздрав на своей странице во Вконтакте. Известно, что это пожилые люди, старше 74 лет, с наличием хронических заболеваний. Оба пациента проходили лечение в городских больницах из-за тяжелой формы пневмонии на фоне коронавирусной инфекции. В последние дни они находились в реанимации и были подключены к аппарату ИВЛ. Точная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования. Абаканский аэропорт обретет инвестора. В правительство Хакасии с предложением финансовой поддержки воздушной гавани обратилась компания «Аэрогрупп». Минфин региона уточнил данные инвестора. Красноярская компания «Аэрогрупп» намерена вложить в реконструкцию Абаканского аэропорта 1 миллиард 180 миллионов рублей. Больше половины из этих средств планируется направить на реконструкцию терминала, в том числе международного. Таким образом, есть возможность увеличить пассажиропоток в 2,5 раза и количество авиаперелетов. Участие инвестора в развитии авиасообщения в Хакасии позволит расширить географию полетов. В Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Хабаровск увеличится и количество транзитных рейсов. В Абакан начнет летать авиакомпания «Победа». Стоимость билетов снизится за счет увеличения количества авиаперевозчиков и компенсации региональных перелетов. Кроме этого, инвестор готов поддержать курорт озера Шира. Здравница станет частью турпродукта, в котором планируется объединить интересные места Хакасии, Красноярского края и Иркутской области. Основным транспортом этого турпродукта будет самолет. Инвестор претендует на приобретение 30-процентного пакета акций. По итогам прошлого года аэропорт получил прибыль 20 миллионов рублей. Сейчас в силу сложной эпидситуации число авиаперевозок значительно сократилось, но есть надежда, что предприятие выйдет на показатель прошлого года. Помимо увеличения пропускной способности и большой географии полетов, вырастут и налоговые отчисления в республиканский бюджет. Власти региона продолжают вести переговоры с потенциальным инвестором. Окончательное решение примут с учетом мнения Верховного совета Хакасии и общественности. По-настоящему летняя погода порадует жителей Хакасии на этой неделе. По данным Хакасского гидрометцентра, температура воздуха днем прогреется до 23 градусов. И чем ближе к выходным, тем сильнее будет припекать солнышко. В субботу-воскресенье ожидается до 30 градусов со знаком «плюс». Ночные температуры будут держаться на отметке 0,5, местами до минус 5. Неделя ожидается без осадков. Южный ветер 5-10 метров в секунду. В связи с погожими днями в Абакане с сегодняшнего дня завершен отопительный сезон. Это касается всех потребителей города, которые получают тепло по централизованным сетям. Абаканская ТЭЦ переходит на летний режим горячего водоснабжения. Управляющие и обслуживающие организации должны обеспечить отключение системы отопления в жилищном фонде. А ранее от тепла уже отключили школы и детские сады, закрытые на карантин. С завтрашнего дня отопление отключат и в Черногорске. Об этом сегодня на своей странице в Инстаграм сообщил черногорский градоначальник. Хакаси на одну телекомпанию стало меньше. В Саиногорске закрылось первое городское телевидение. Много лет компания существовала на деньги рекламодателей. Но пандемия и вызванный ее экономический спад нарушили все. Подробности в нашем материале. 15 лет первое городское обеспечивало жителей Саиногорска, Черемушек, Майны, да и все Хакаси. Актуальные и достоверные информации. Но пресловутый COVID-19 все нарушил. Первое городское работало за счет средств от рекламодателей. Коронавирус сильно ударил по бизнесу и многие ушли с рынка. Не стало рекламы, не стало денег в телекомпании, не стало и работы. Вот так сейчас выглядят кабинеты Саиногорской городской телерадиокомпании. Двое человек работают на удаленке. Кто-то уволился и встал на бирже труда. Так как положение, в котором оказалась компания, совсем не радужное. СМИ не внесены в список пострадавших организаций от экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Поэтому сегодня такая ситуация складывается в небольших телекомпаниях и газетах по всей стране. А создать так называемую подушку безопасности у предприятия не вышло. Ведь приходилось платить высокие налоги и отчисления в различные фонды. И помощи теперь ждать неоткуда. В принципе предприятие практически осталось без средств существования. Хотелось бы отдельно поблагодарить сотрудников, которые остались верны своей профессии. Которые продолжают делать новости. Можно сказать на общественных началах. Также хотел поблагодарить рекламодателей, которые в эту непростую минуту сохранили рекламные бюджеты и продолжают размещаться. Сегодня программа первой новости по-прежнему выходит в эфир. Правда коллектив сократился больше, чем в три раза. И зарплату люди не получают. Наоборот, вкладывают свои ресурсы. Однако они люди дела, профессионалы. Встать и уйти не в их правила. У нас очень всегда большой отклик от населения на любую информацию, которую мы выдаем. Поэтому мы не можем сейчас в городе ставить совсем без информации. Если мы уйдем, народ будет оголен. И когда новость вышла о том, что у нас такие сложности, люди с такой благодарностью откликнулись, что мы приняли вот такое решение и поддерживают нас всячески. Работать будут, пока хватит сил. А вот как будет развиваться обстановка дальше, пока никто не может сказать. Но журналисты надеются, что скорая ситуация все же изменится к лучшему. Мария Мишнина, РТС. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности. Об этом сообщается на сайте Кремля. Это связано с тем, что органы госвластий свели к минимуму приема и выдачу документов. Указом президента действительными считаются документы, чей срок действия и стекли истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. Действие указа распространяется на паспорт гражданина России, а также водительские права. В нашу редакцию обратились обеспокоенные родители учеников 26-й Абаканской школы, которые узнали, что с 22 апреля и до 22 мая у ребят будет проводиться так называемая промежуточная аттестация. Мамы и папы переживают, что это станет дополнительной нагрузкой для детей, которые и так, по их мнению, слишком много времени проводят за компьютером. Юлия Свинцова выясняла, что за зверь такой промежуточная аттестация и стоит ли ее опасаться. В 26-й школе Абакана сегодня звенит разве что тишина. У школьников продолжается дистанционное обучение. Формат для многих детей и родителей непривычный, но это не отменяет ни уроков, ни домашних заданий, ни контрольных. Ведь выставить четвертные оценки можно только проведя промежуточную аттестацию. Это словосочетание и напугало родителей, которые опасаются, что гранит науки станет непосильной ношей для любимых чат. Директор школы спешит успокоить всех. Промежуточная аттестация – это обычные проверочные работы, с которыми школьники справляются на ура. Это будут тесты, которые они смогут выполнить, которые они сегодня уже выполняют. Мы им даем обучающие тесты, они с ними успешно справляются. Вот по этим обучающим тестам, по каким-то проверочным небольшим работам мы в любом случае проведем вот эту аттестацию. У детей, которые готовятся к ЕГЭ и УГЭ, и вот в день промежуточной аттестации у них не стоят в этот день уроки. Они только выполняют, причем проверочную работу они напишут только одну в день. Бросать все силы на подготовку к этим тестам точно не нужно. Обычная текущая работа. Проверку знаний здесь будут проводить на специальной обучающей платформе, которая разработана на базе школы. Одновременно решать тесты сядут примерно 150 ребят. Уже проверено, говорит директор, сайт выдерживает и не такую осаду. Но на случай, если что-то вдруг все же пойдет не так, драконовских мер к детям применять не станут. Да и времени подтянуть хвосты еще достаточно. Для школьников с 5 по 11 класс учебный год в Хакасии продлится, как обычно, до 25 мая. А вот что касается всероссийских проверочных работ для 4-8 классов, то их по всей стране перенесут с апреля на осень. Оценок за эти работы ставить никто ребятам не будет. Они будут нужны лишь для того, чтобы провести входной контроль на начало учебного года, посмотреть, какие у нас есть проблемы на начало учебного года и дать коллективам соответствующие методические рекомендации. Кроме того, единый госэкзамен для 11-ти классников и основной госэкзамен для 9-х классов в этом году стартуют чуть позже обычного, с 8 июня. Причем для последних есть хорошие новости. Вместо 4-х ребята будут сдавать только 2 обязательных предмета – русский язык и математику. Провести госэкзамены планируется в привычном формате, если, конечно, позволит эпид-обстановка. Юлия Свинцова, Александр Сердюк, РТС. Музеи, зоопарки и торговля вошли в список отраслей, кому в первую очередь окажут поддержку. Правительством России расширен список пострадавших из-за пандемии коронавируса отрасли экономики. В новый перечень попала розничная торговля непродовольственными товарами – одеждой, обувью, текстилем, автомобилями, мотоциклами, коммуникационным оборудованием. Добавилась также деятельность музеев и зоопарков. Попавшие в список получили право обратиться к кредитору с требованием изменить условия кредита, в том числе приостановить исполнение своих обязательств перед банком на срок, определенный заемщиком. Отмечу, что в Хакасии открыта горячая линия для предпринимателей. Свои вопросы вы можете задавать по телефону, указанным на экране. Без контакта. МЧС Хакасии принимает обращения граждан в электронном виде. Сделано это для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в Главном управлении МЧС России по Хакасии введено временное ограничение по личному приему граждан. Подать обращение можно в электронном виде по электронной почте, либо через сайт 19мчс.гоф.ру. Чудовищное преступление произошло в соседнем Минусинском районе, где на глазах полицейских застрелили человека. Убийц задержали на месте. Подробности далее в хронике происшествий. На пульт полиции поступило сообщение, что в сторону Курагина направляется автомобиль, из которого слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехал экипаж ДПС. Уже на окраине села Большая Иня правоохранители заметили два автомобиля. На кадрах видно, как навстречу полицейским бегут несколько человек и просят о помощи. В это время из автомобиля, который преследовали сотрудники ДПС, вышли двое и поочередно выстрелили в одного из мужчин, который скончался на месте. Как позже установили правоохранитель, убитому было 24 года. Полицейские, применив табельное оружие, задержали двоих стрелявших 20 и 40 лет и одного пассажира, который также находился в автомобиле преступников. Предварительный мотив убийства – личная неприязнь. Жаркие выходные выдались у огнеборцев. 45 пожаров за два дня. В Хакасии горели надворные постройки, сено, бытовой мусор. Кроме того, пожарные 17 раз выезжали на тушение палов травы. Так, крупный степной пожар произошел в субботу в Бейском районе. Фронт огня растянулся почти на 8 километров. Для борьбы со стихией были привлечены силы сразу нескольких пожарных частей. Потушить степь удалось только спустя 4 часа. Не остались выходные без работы и дорожные полицейские. В Устебакане пьяный мотоциклист не уступил дорогу Лексусу, за рулем которого находилась женщина. В результате ДТП пострадал его виновник, получивший множественные ушибы и травму головы. Позже выяснилось, что 27-летний любитель хмельной езды ранее уже лишен водительского удостоверения. Еще одна авария произошла в Баградском районе. 23-летний водитель Тойоты Марк 2 не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, после чего опрокинулся. Сотрудникам ДПС незадачливый рулевой пояснил, что отвлекся на несколько секунд, которых хватило, чтобы машина, зацепив обочину, ушла в занос. Водитель не пострадал, а вот два его пассажира получили множественные ушибы. Одному из них потребовалась помощь медиков. В воскресенье православные верующие отметили Пасху. Для жителей Хакасии впервые была организована прямая трансляция ночного пасхального богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Абакане. Поддержку оказала телекомпания РТС. Богослужение длилось более четырех часов. В числе первых жителей республики с праздником поздравил глава Хакасии. Несмотря на призывы к населению в это сложное время воздержаться от посещения храмов, нашлись те, кто все равно пришел на службу. Пасхальное богослужение совершается особенно торжественно. Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния между 4 апреля и 8 мая по новому стилю. Все празднование длится 40 дней. С пасхальными посланиями обратились к православным христианам патриарх московский Сиаруси Кирилл и архиепископ Абаканский Хакасский Иоаннафан. Увидеть полную видеоверсию пасхального богослужения можно на сайте РТС или в Ютуб. На этом у меня все. Я передаю слово Ивану Тинникову, который расскажет, что интересного пишут новостные ленты в интернете и пользователи соцсетей. Иван, добрый вечер. Здравствуй, Наталья. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Наташ, ну вот насколько я знаю, ты живешь в частном доме с огородом. Скажи, как ты живешь с соседями, дружишь ли ты с ними? Заинтриговал ты меня вопросом. Да, на самом деле дом у меня и огород, слава богу, весенняя пора начинается. С соседями дружу, они у меня удивительные и замечательные. Но я предлагаю эту тему тебе сейчас, вот как раз дружбы с соседями, раскрыть для наших телезрителей более подробно. Удачи! Дачный сезон открыт, и депутаты Госдумы торопятся урегулировать права соседей по огородам в Гражданском кодексе. Пока обсуждаются детали, кто вправе собрать плоды дерева, упавшие на соседний участок. Так что соседи, будьте начеку. Среди прочего, соседи могут потребовать от владельца снести строение на участке, если оно, например, вне разумных пределов отбрасывает тень на другой участок. Также нельзя будет вырыть колодец или посадить деревья, если это ухудшит положение соседей. Однако дачникам придется терпеть исходящие с соседнего участка газы, пары, дым, копоть, тепло, шумы, вибрации, если они оказывают негативное влияние. Обещать не значит сделать. Жительница Черногорска пожаловалась в Центр развития общественного контроля, что в ее квартире крошится потолок. Многодетная мама боится за своих детей. Видно, что пошла большая трещина и отвалился кусок материала. Чтобы не продувало, щель спрятали под тряпкой. Женщина не видит смысла делать ремонт. Власти Черногорска обещали в этом году переселение и даже сказали искать квартиру. Но пока тишина. Между тем, пользователи соцсетей все активнее кидают видео с трасс на Минусинск и Саиногорск. Казалось бы, все должны быть на самоизоляции, но мусора вдоль дорог почему-то стало больше. Такая картина просто удручает. Вместе с тем, в нескольких сибирских регионах могут прекратить деятельность региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причина – финансовое состояние компаний. В числе 20 российских регионов указаны Республики Тува, Алтай, Кемеровская и Новосибирская области, Алтайский край. В списке может оказаться и Хакасия. Дело в том, что собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов упала в апреле до 60%. В случае сохранения режима самоизоляции она может стать еще ниже. Сейчас правительство России рассматривает вопрос о поддержке региональных операторов. Пожарные Хакасии делятся в соцсетях кадрами спасенных животных. Точнее, это фото последствий палов травы и степных пожаров, от которых хочется плакать. Огнеборцы в очередной раз пытаются объяснить, что пожары убивают все живое вокруг и какой ущерб может принести брошенная сигарета или пал травы, чтобы зеленка быстрее пошла и природа проснулась. На сегодня это все новости, которые попали в наши сети. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok